Музыка 29 ноября в Омском государственном медицинском университете состоялся международный эко-баттл. В нем приняли участие студенты высших учебных заведений Омска и Караганды. Проект победительницы грантового конкурса форума «Ритм» задумывался как интеллектуальная экологическая игра для молодежи. На самом деле все началось с реки. То есть как бы у меня есть у знакомых дача с хорошим восхитительным видом, но к сожалению там бывает такое, что после отдыха остаются неприятные ощущения, скажем так. И отдыхает в основном молодежь. То есть проблема того, что молодые люди не всегда обращают внимание на экологическую ситуацию, она существует. Мой проект сразу задумался как международный. Я напомню, что все началось с реки Иртыш. А Иртыш это у нас общая река, она нас объединяет. И поэтому очень хотелось привлечь Казахстан. Плюс у нас сейчас в городе проходил форум между Россией и Казахстаном. И, наверное, это позволит привлечь больше внимания к проекту. Заявки на участие в экологическом баттле подали 55 команд. Из них на предварительном этапе отобрали 10 сильнейших. Участники представляли высшие учебные заведения. В финале они отвечали на вопросы об экосистемах и их обитателях, о расположении атомных и тепловых электростанций относительно друг друга. Вопросы на самом деле очень оригинальные, то есть в стихотворной форме. Нужно было, так сказать, понять, какое это экологическое понятие. На самом деле очень интересно сражаться с другими командами. Предмета экологии в университете у нас такого предмета, конечно, нет. Но мы, как молодежь, интересуемся экологией. Это очень актуальная тема на сегодняшний день. Проблема, связанная с экологией. Кто не мы, как молодежь, должны агитировать наших товарищей, чтобы оберегать природу. По итогам батла судьи признали лучшими команды аграрного и педагогического университетов, а также колледжа медуниверситета. По результатам соревнований автор проекта Полина Охотникова планирует составить методическое пособие по экологии для молодежи.